Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале. Спасибо, что заглянули. Сегодня, как вы понимаете, у нас Мугбанг, хотя на улице пасмурная погода. Мне так захотелось что-то заснять, и мы с мамой придумали сделать свои домашние роллы. Они не совсем обычные, так скажем, как покупные. Здесь внутри есть еще и лаваш, листья нори, красная рыбка, сыр Филадельфия. В общем, должно получиться очень вкусно. И сверху здесь сыр, сыр чеддер, так как правильно. Курица в кисло-сладком соусе, по-китайски здесь у нас. А вот, и приятного аппетита всем, кто кушает. Давайте приступим. Так, будем макать в соевый соус. Я его за последнее время так полюбила. Я читаю все ваши комментарии. Ну, честно, мне очень приятно, что вы все меня поддержали с темой о продаже ненужных вещей. Почему-то все окружающие меня уверяли, что это ужасная идея. Но после того, как я поделилась этой идеей с вами, я поняла, что здесь нет ничего плохого. Кто захочет, купит. Кто не захочет, пройдет мимо, просто посмотрит видео. Поэтому на днях я обязательно засниму. У меня будет расхламление гардероба. И обязательно я все это дело покажу. Например, насчет цен. Платье, которое сейчас на шее стоит 20 долларов, я его буду продавать за 5. То есть все вещи будут в 4 раза дешевле. Я в последнем своем заказе... Даже видео еще не вышло с этой распаковкой. В последнем своем заказе я заказала сет. Гази 4 боди. Я ни разу не носила никуда. И эти боди, например, мне большие. Вот куда девать? Просто большие. Написано размер S, но это на M. Поэтому я думаю, что кому-то по-любому будет полезно. Есть, например, платье. Например, одно точно платье. Очень хорошего качества. Обалденное платье. Но мне оно слишком короткое. На девушку с ростом 1,60 м. 1,55 м будет просто идеально. Вот, так что... Огурчик. Обожаю красную рыбку. Особенно форель. Но в большинстве случаев почему-то не кладут в роллы, а делают с крабовой палочкой. В общем, я благодарна вам за поддержку. И я думаю, что в любом случае, даже если не получится, надо попробовать. Все равно я ничего не теряю. Вот что я теряю, сняв это видео? Ничего. Просто немножко своего времени. И что? Ну, вообще, я по натуре нифига не предприниматель. То есть, у меня никогда не получается ничего продать. И я уже с этим смирилась. Когда я в Саратове училась в школе, в общем, все продавали свои учебники. Мы все учебники покупали. По-моему, сейчас уже в России этого нет. В общем, в начале года ты должен купить все учебники. А книги были пипец дорогие. Литература вообще две части была. И очень дорого обходилась. Надо было и канцелярию купить, и одеться к школе. Еще плюс купить в те учебники. А если у тебя двое детей, трое, то это вообще было караул. И, в общем, все мои одноклассники находили кого-то из младших классов. И перепродавали свои учебники им. И только у меня не получалось это сделать. У меня просто все это лежало годами. То есть, я в этом плане вообще не профи. Когда я училась в Саратове, а потом резко переехала в Баку, то, что я заметила сразу, для меня было шокирующе просто. Во-первых, не надо было покупать книги. Там мы их покупали, здесь вообще бесплатно. Просто берешь из библиотеки, а потом задаешь туда же. Не надо покупать дневник. Я приехала в Баку, там бесплатно дали дневник. Ни в коем случае не хаю Саратов. То есть, везде есть свои плюсы, есть свои минусы. Но, когда мы учились в Саратове, например, купить шторы, купить занавески, поставить новую дверь в класс. Все это оплачивали ученики. Я считаю, это неправильно. Почему это должны оплачивать ученики? Не знаю, как сейчас, но раньше было так. Элементарно вокруг школы строили забор. И деньги на этот забор тоже брали учеников. И это меня жутко раздражало всегда. Плюс этот попечительский совет. Не знаю, на охранника, на уборщицу. Я приехала в Баку. Начала учиться в классе. Я ждала, пока мне скажут, ну что, сдавай там на уборщицу, сдавай там на охранника. Не знаю, может быть, только наша школа такая была. Но мы ни на что не сдавали. Вообще, от слова совсем. В год, когда я училась, всю школу просто отремонтировали от и до. Эта школа вообще выглядит сейчас офигенно. Ее обклеили. Дорогущий могла им поменяли везде окна. Во всей школе. Парты, доска. Все было новое. То есть сделали доскональный такой ремонт. Я думала, что сейчас нам выставят ценник. Ничего подобного. Ни копейки не взяли. Училась два года. Есть свои минусы, конечно. Здесь учителя очень грубые. Некоторые вообще не знают, что такое этика, эстетика. Вот, то есть есть свои минусы, конечно. В плане денег я была немножко в шоке. Ну, в общем, мы отошли от темы. И о том, что я вообще не предприниматель. Вообще. Я, если честно, не верю, что я смогу что-то продать. Но это для меня тоже будет какой-то эксперимент. Получится, не получится. Я специально отобрала вещи только отличного качества. Вот я могу нести гарантию за эти вещи. В том плане, что ни одной затяжки, никакой проблемы, ни на одной вещи нет. То есть все вещи в идеальном просто состоянии. В таком же состоянии, как бы вы купили в магазине. Некоторые писали можно сдавать вещи в секунду. Я, если честно, без понятия. Я не знала, что можно сдавать. Надо, кстати, узнать. Но сначала попробуем продать подписчикам. Если не получится. Да нет, я не хочу в секунду сдавать эту одежду. То есть не получится. Я ее буду носить сама. Или отдам швее, уменьшу размер, как-то подкорректирую что-то. Вот и буду носить сама. То есть цены будут такие. Максимум 5 долларов. Прям классная вещь. Минимум 1 доллар. 1 монат 70. Многие писали про пересылку, например, в Россию. К сожалению, это будет невыгодно. Просто потому что доставка будет стоить в 3 раза дороже, чем сама вещь. И это будет невыгодно ни вам, ни мне. За границу вообще что-то отправлять очень сложно, проблематично. И невыгодно будет. Честно, я не знаю, как такие сайты, как Шейн, делают такую недорогую доставку. То есть, например, у нас, если на 50 долларов что-то закажешь, уже бесплатная доставка. Все приходит. Как они вот этого добиваются, я не знаю. Но у нас... Я обращалась на почту. У нас дома оставались вещи брата. То есть, когда он был здесь, он купил эти вещи. А когда уехал, совсем забыл про них. Я хотела по почте ему отправить. Там была куртка. Ну, куртка такая, знаете, достаточно тяжелая. Мне посчитали. 3800 рублей. Это реально дорого. На мой взгляд, опять же, сравнивая с этими вещами, я подумала, бог с ним. У нас просто еще на почте есть такая тема. Вам просто с потолка говорят цену, например. А потом вы требуете чек. Оказывается, что ваша сумма значительно меньше указанная. Поэтому всегда на почте требуйте чек. Честно, вот я поела. Это было много. Это было настолько вкусно. Особенно вот эти вот соусы этот. Рецепт будет обязательно в инфобоксе. В рецепте, по-моему, у нас там крылышки. Но по такому же рецепту можно готовить и грудку, и голени, и все, что хотите. И кофе тоже у меня закончилось. Огромное спасибо вам за вашу поддержку. Я еще честно думала, что никто меня не поддержит в моих начинаниях, но я оказалась не права. В ближайшее время ждите это видео с расхламлением. Всех люблю. С вами была Айка. Пока. С вами была Айка.